Это итоговая программа Дума 6.0. Меня зовут Оксана Семикова. Здравствуйте. Во вторник 24 октября состоялось пленарное заседание Пермской городской думы. Заседание было приурочено к 230-летию главного представительного органа города. Но несмотря на праздничный формат, повестка была плотной. В частности депутаты внесли изменения в правила размещения нестационарных торговых объектов. Сегодня у нас в студии председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. Здравствуйте, Юрий Аркадьевич. Здравствуй, Оксана. Юрий Аркадьевич, в первую очередь хочется поздравить вас с юбилеем думы. Спасибо. Кроме того, что это заседание было праздничным, его можно также назвать праздничным, потому что депутаты 6-го созыва работают ровно год. И время, мне кажется, подводить итоги. Как вы оцениваете работу депутатов? Вы действительно правы. Два юбилея совпало. 230 лет с одной стороны, это серьезный юбилей и один год работы представительного органа 6-го созыва. Для старта это тоже очень серьезный юбилей. Если коротко оценить итоги, дума 6-го созыва и депутатский корпус состоялся как коллектив, потому что все основные нормативные документы, которые находятся на сегодняшний день в исключительной компетенции представительного органа Пермской городской думы, они, собственно, все были приняты по графику. Даже текущие документы, а это основной документ, бюджет города Перми на трехлетний период. И фактически он был принят единогласно спустя около двух месяцев работы нового практически депутатского коллектива, причем со спецификой многопартийного уклона. И, конечно же, это очень и очень радует. Второе. Мы практически единогласно поддержали кандидатуру главы города Перми Дмитрия Ивановича Самойлова на этот пост, что тоже важно. И соблюдена была некая преемственность, преемственность власти. Мы сохранили все то, что, собственно говоря, посчитали важным в виде багажа, накопленного депутатским корпусом 5-го созыва. Это, конечно, общественные площадки, это общественный совет при Пермской городской думе, это молодежный совет. Ну и фактически на сегодняшний день, я думаю, что этот год, год становления депутатского корпуса 6-го созыва можно все-таки оценить как позитивный. Это, конечно, наша внутренняя оценка, но оценка отчасти совпадает с мнением экспертного сообщества. А как вы оцениваете работу партийных депутатов? Вы знаете, пока я бы точно сказал, что партия, фракция «Единая Россия» работает точно как часы, как слаженный коллектив, как слаженный коллектив, нацеленный на конечный результат, потому что, ну, собственно говоря, она и образовалась практически в первые дни после того, как был избран новый депутатский состав думы 6-го созыва. Чуть позже определились и другие фракции, юридически оформили все необходимые документы. И, конечно, с точки зрения специфики, первая специфика – самая многочисленная фракция, фракция «Единая Россия», и, понятно, она, собственно говоря, рассматривает чуть шире ту повестку, которая выносится на пленарное заседание. Свою специфику с привязкой с выборной программой, как мне видится, правильную стратегию выбрали партия «Коммунистическая Российская Федерация», «Справедливая Россия» и, собственно говоря, партия «Либерально-демократическая». Ну и самая последняя, которая организовалась, как фракция – это партия «Яблоко», и там самая малочисленная партия с единственным представителем. Юрий Аркадьевич, я знаю, что особенность этого созыва в том, что там была смешанная система формирования думы. Это как-то отразилось на работе? Конечно, отразилось на работе, потому что понятно, что выборная программа каждой партии имела, собственно говоря, с одной стороны, одинаковые цели и задачи – это улучшение жизни горожан, жителей города Перми. С другой стороны, инструменты предлагали совершенно разные. Добавился градус дискуссии. Ну, считаю, эта тема некритичная. Мне кажется, представительный орган, и особенно подчеркну, это общественные площадки, это круглые столы многочисленные, которые мы провели в течение календарного года, это, конечно же, комитеты. Это место для дискуссий. То есть там должна вырабатываться компромиссное решение с учетом мнения всех представителей депутатов, потому что у всех имеются равные права. И я считаю, пока нам это удается сделать. Юрий Аркадьевич, я предлагаю послушать стороннее мнение об итогах работы депутатов. К нам готов присоединиться по скайпу Николай Иванов. Это политический консультант. Николай, здравствуйте. Да, добрый день. Николай, вот ваше мнение о итогах работы Думы шестого созыва. Ну, на мой взгляд, достаточно конструктивно отработала Дума. Действительно, очень много важных решений за прошедший год принято. Но я думаю, что основное, это все-таки еще впереди, именно подготовка к 30-летию города, чего и проект, который будет отмечаться у нас в 2023 году. Ну, и в свете тех задач, которые ставит губернатор сегодня, связанных там с устройством набережной, там, с созданием исторического центра. Я думаю, что роль испечения Думы в решении этих задач будут очень велики. Прошедший год показал, что, в общем-то, Думы и депутаты здесь настроены на конструктивное взаимодействие действие и понимают значимость как раз вот этих задач, которые стоят. Николай Петрович, спасибо большое за мнение. Юрий Аркадьевич, ну вот, Николай Петрович ясно дал понять, что впереди еще вся работа. Вот мне хотелось бы спросить, как избирателю в первую очередь. Вот во время предвыборной кампании депутаты всегда собирают так называемые наказы. То есть, слушают своих избирателей, и после этого часто бывает, к сожалению, что наказы эти забываются. Вот в этом году есть какой-то результат? В этом созыве я бы отметил, потому что действительно выборная кампания прошла достаточно активно с точки зрения градуса выборности. Выборная кампания тех кандидатов, которые представляли свое видение развития того или иного микрорайона, того или иного округа. И могу смело сказать, что спецификой, наверное, и особенностью работы депутатского корпуса мы изначально с коллегами договорились. Независимо от партийной принадлежности, независимо от принципа выбранности в Пермскую городскую думу, мы все наказы, которые, собственно, сформулировали нам избиратели, должны систематизировать и передать под контроль, естественно, исполнительному органу администрации города Перми. И нам не с первого раза, но нам удалось найти компромиссное решение. И на сегодняшний день все те наказы, которые поступили, они все систематизированы. Более того, часть наказов уже попали в муниципальные программы, напомню, их у нас 25. И они фактически уже стали исполняться. А часть наказов уже выглядит в виде бюджета трехлетнего периода на следующую трехлетку. И там есть уже эти наказы. Я очень рад, что нас, администрация города Перми, при формировании бюджета на трехлетний период услышала нас и услышала жителей. Юрий Ильич, а вот еще депутаты внесли, казалось бы, не очень важные, но несколько спорные изменения. Это касается оно Молодежного совета Пермской городской думы. Его переименовали. Этим ограничились изменения? Или все-таки какой-то другой функционал будет у парламента? Да, вы совершенно правы. Непростое решение. Непростое, потому что, собственно говоря, вот это как раз уже Дума 6.0. То есть раньше был Молодежный совет. Сейчас мы надеемся, что с Нового года мы запустим процедуру выборов в Молодежный парламент. И это не механическая смена названия. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня достаточно серьезная дискуссия. Ну и поиск, наверное, оптимальных инструментов формирования молодежной повестки в целом в стране есть. В Пермском крае, ну и, конечно, город Пермь не исключение. Мы взяли все лучшее, что накопили коллеги, которые работали в Молодежном совете. Ну и, собственно говоря, трансформировали все это в то, что сегодня будет называться Молодежный парламент. По принципу каждый депутат формирует себе кадровый резерв, по принципу того, что из кадрового резерва он в основной состав Молодежного парламента делегирует для работы одного молодого человека в соответствующих параметрах, возрастных параметрах. Но особенностью работы Молодежного парламента, который будет точно отличаться, и мы это обязательно удержим как идеологию, это у каждого члена Молодежного парламента будет свой проект, который он будет перед командой Молодежного парламента защищать, ну и, собственно говоря, отчитываться о результатах перед депутатским корпусом. То есть, получается, те люди, которые были в Молодежном совете, они сейчас в Молодежный парламент автоматически не переходят? Автоматически нет. Я думаю, что это, наверное, и правильно, потому что будет, собственно говоря, мнение депутата учитываться. И, конечно, готовность работать с проектом в формате Молодежного парламента уже в городе Перми. То есть, какой результат вы ждете от изменений? Результат – 36 реализованных проектов. Ровно столько, да. Можно больше, но не меньше. Это раз. Второе. Конечно же, молодежь должна формировать не только, собственно, свое видение развития города, но и активно соучаствовать в этом. Потому что любой проект тем, чем ценен? Тем, что он прикоснулся, житель города Перми, в молодом возрасте прикоснулся к тому или иному изменению позитивного на территории города Перми. И я думаю, что это очень-очень правильно. То есть, это получается некий политический лифт, да? То есть, мотивация у людей будет именно стать депутатом, либо занять какую-то другую должность, но тоже в сфере власти. Совершенно верно. И даже соразмерное, так скажем, по смыслу название, то есть, это молодежный парламент – это первоначальный резерв депутатский, в том числе, это кадровый резерв уже на, собственно говоря, следующий состав молодежного парламента, и мы это сформулируем. Но и самое главное – это культура проектного управления. То есть, сегодня действительно молодежь должна активно включиться в те изменения, которые все ждут, в том числе наши горожане. – Виктор Аркадьевич, не так много времени осталось до рекламы, и мне хочется спросить у вас. Вот, насколько я знаю, была сформирована рабочая группа по работе с уставом, внесение изменений в устав. С чем связано, почему именно сейчас, и какие изменения будут в уставе? – Связано с тем, что периодически происходят изменения на федеральном уровне и региональном уровне, и, собственно говоря, мы находимся хоть и отделены от других ветвей власти, как местное самоуправление в соответствии со 131-м федеральным законом, но мы не можем не реагировать на то, что, собственно говоря, изменяется вовне. – И сегодня эти изменения накопились, но они не носят такой стратегически серьезный характер, который, можно сказать, что там уведет развитие города Перми, и самый главный документ, который регламентирует все взаимоотношения в городе Перми, устав, как мы его среди народа и депутатов называем конституцией города Перми, – это юридические правки, которые, собственно говоря, созрели, назрели, и мы должны сделать, собственно, соответствующие коррективы. Иначе будет акт прокурорского реагирования, потому что мы, собственно, живем в правом государстве, и нам это необходимо сделать. Институт внесения изменений точно такой же. Сформирована рабочая группа по проработке изменений в те или иные статьи устава. – Рабочая группа по подготовке публичных слушаний, потому что обязательно процедура публичных слушаний, она, собственно, будет проведена в соответствии с законом. И дальше уже все то, что, собственно, будет предложено, и все, что пройдет через публичные слушания, будет предложено депутатскому корпусу уже для принятия. – То есть такая плановая работа, поскольку живой документ должен быть этот устав. Я знаю, что устав меняли в последний раз в 2015 году, а до этого было 20 изменений с 1996 года. То есть, на самом деле, с 2015 по 2017 достаточно длительный срок. – Да, конечно. – Юрий Аркадьевич, я предлагаю прерваться на рекламу сейчас. После рекламы мы поговорим о решении внесения изменений в правила размещения нестационарных торговых объектов. – Это итоговая программа Дума 6.0. Во время рекламы к нам присоединился генеральный директор аргументов и фактов в Перми Федор Парамонов. – Здравствуйте, Федор. – Добрый день. – Федор, вот мы сейчас будем обсуждать изменения в правила размещения нестационарных торговых объектов, но перед тем, как посмотреть сюжет, я предлагаю вам ответить на вопрос. Есть какие-то нормы, которые рекомендуют, сколько газетных киосков должно быть на душу населения? – Есть, совершенно верно. Министерство торговли Российской Федерации такие нормы разработало. – Согласно этим нормам в Перми киосков недостает. Обеспеченность примерно 60-70% в зависимости от того, как считать. – А сколько должно быть на миллионный город? Сколько должно быть киосков? – По нашим подсчетам примерно 640-680. Опять же, в зависимости от того, что брать за единицу расчета, те киоски, которые стоят на муниципальной земле или вообще все киоски, которые в городе присутствуют. То есть разные же варианты могут быть. – Понятно. Предлагаю посмотреть сюжет. В сюжете мы расскажем, сколько сейчас у нас киосков и насколько это критично. На пленарном заседании депутаты Пермской городской думы утвердили внесение изменений в порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города. В первую очередь они коснулись порядка оплаты. Раньше предприниматели платили за право размещения торгового объекта, а после проведения торгов снова платили уже, собственно, за размещение. Уфас признала это нарушением закона о конкуренции. Администрация города пыталась оспорить решение в суде, но 17-й арбитражный апелляционный суд встал на сторону антимонопольного ведомства. И 24 октября большинство депутатов проголосовали за отмену двойной оплаты. А вот бурную дискуссию вызвал вопрос отмены преимущественного права размещения нестационарных торговых объектов. Фактически мы столкнулись с тем, что право на размещение НТО изначально было временное. То есть мы договор заключали на период определенный, на 5 лет, на 3 года был заключался договор, и предприниматель понимал, что это у него временное право. Но с учетом реализации вот этого так называемого преимущественного права, которое вводилось в кризисное время для поддержки предпринимателей, данное временное, подчеркиваю, право фактически превратилось в право собственности. Отмена преимущественного права размещения, с одной стороны, ставит всех участников рынка в равные условия. Но с другой стороны, не все готовы к такому равенству. В первую очередь беспокоятся владельцы газетных киосков и представители печатных СМИ. По их мнению, отмена преимущественного права на заключение новых договоров приведет к сокращению числа фактически работающих газетных киосков. В итоге финансово пострадают предприниматели, сократится тираж пермских печатных СМИ. И, как итог, пермяки будут ограничены в возможности получить информацию из бумажных версий газет и журналов. Ситуация осложняется еще и тем, что часть газетных киосков располагается в зоне охраны объектов культурного наследия, а значит, подлежит исключению из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Таким образом, в период за 2015-2016 годы 95 НТО, специализирующихся на продаже печатной продукции, были демонтированы. На сегодняшний день в городе с миллионным населением действует всего 135 таких объектов. Ну вот и ответ. 135 таких объектов. Ну, по нашим данным, чуть больше, все-таки, действие с лишним. Я говорю, тут методика подсчета может быть разной. Правильно сказать, что 95 объектов демонтировали за последние два года. Так вот, в новом году, с января, еще 56, даже 58 киосков находятся под угрозой демонтажа. Точнее говоря, они уже исключены из схемы размещения НТО. 26 как раз объектов попали в зону особо охраняемых культурных объектов. Часть из них попала под новые нормы противопожарных безопасности. И еще 32 киоска, это совершенно официальная информация, предстояла администрация города, будут исключены по другим уже основаниям из схемы НТО. Получается, что сейчас мы наблюдаем два разнонаправленных вектора. Первый вектор киоски находится под угрозой исчезновения в Перми. Если уж не под ноль, то существенная часть может с лица Перми уйти. Исчезнуть. Исчезнуть, да. С другой стороны, мы подготовили обращение на главу региона, на Максима Геннадьевича Решетникова. И, насколько я понимаю, краевая власть нас услышала. То есть, если я правильно понимаю, то принципиальная позиция губернатора заключается в том, что киоски прессы должны быть сохранены. Я знаю, что вы также к Юрию Аркадьевичу обращались. Да, совершенно верно. Мы подготовили обращение к Юрию Аркадьевичу, подготовили обращение к Дмитрию Ивановичу Самойлову с той же просьбой посмотреть на киоски прессы под особым углом, так сказать. Юрий Аркадьевич, а вот как вы считаете, масштаб проблемы, вот он действительно такой или несколько преувеличен? Ну, я бы сказал вообще об этом документе, который мы приняли, который мы видели в рамках заставки с пленарного заседания Пермской городской думы. Он состоял из нескольких счетей. Первая, неоспариваемая часть мы привели в соответствие и отреагировали на решение арбитражного суда. Там действительно была двойная оплата за нестационарные торговые объекты, и мы, естественно, исключили эту норму и привели в соответствие свое законодательство. Вторая часть, было три точки дискуссионности. Первая, это, конечно, вот то, что говорил Федор, и действительно мы получили это письмо, обращение коллективное, и оно сейчас находится в работе. Но, как нам сказали эксперты, предварительно сказали эксперты, то принятое решение Пермской городской думы не регулирует взаимоотношения вот как раз вот в этой сфере, в сфере продажи газет и журналов. Там есть иной порядок, и зона ответственности на сегодняшний день, это не Пермская городская дума, а администрация города Перми, они могут отрегулировать своими нормативными актами это все. И, конечно же, находится на контроле это все у губернатора Пермского края, Максима Геннадьевича Решетникова. Я думаю, что мы сообща найдем компромиссное решение, конечно, хоть это и не наша зона ответственности, но мы активно подключимся и будем искать, как помочь эту ситуацию решить. Третий момент, это было то, что сегодня до проведения торгов и подведения итогов в соответствии со схемой размещения стационарных торговых объектов, в первоначальном варианте, внесенном в Пермскую городскую думу, предполагалось снос этого объекта. И вы знаете, конечно же, мы тоже посмотрели совместно с администрацией города Перми, нашли компромиссное решение, если тот или иной предприниматель заявляется на конкурс и аукцион выигрывает, то какой же смысл сносить, тратить денежные средства дважды, чтобы потом сначала снести, а потом, собственно говоря, снова поставить. Сумма ни много ни мало, как говорили эксперты, в среднем достигает до 500 тысяч рублей. Мы эту норму исключили и пошли навстречу, собственно говоря, с предпринимательскому сообществу. Федор, скажите, пожалуйста, а прилавки магазинов не могут заменить в газетной киоске? Конечно, каналы распространения, их несколько. Во-первых, есть почта, это подписка и продажа газет в розницу на почтовых отделениях. Есть супермаркеты, гипермаркеты, и есть киоски. Но киоски все-таки остаются основным каналом распространения, и перенаправить полностью 100% тиража по другим каналам не представляется возможным, но просто это элемент насыщения. У нас осталась минута всего лишь. Господа, хочу задать вопрос. Правильно ли я понимаю, что проблема, ключ к решению этой проблемы, в том, что нужно газетные киоски вынести за обычное НТО? То есть это должен быть особый вид нестационарный? Особый подход к газетным киоскам, потому что у нас особая миссия социальная, вы правильно сказали, поддержание культуры чтения, информирование людей о том, что происходит в городе, в среде, в мире. Одну цифру просто скажу в финале. 58 киосков, которые с начала следующего года будут исключены, Ассоциация распространителей печатной продукции подсчитала, что вот в месяц в этих киосках покупается 220 тысяч единиц печатной продукции. Это газеты и журналов. 220 тысяч. Поэтому, когда мне говорят, что неужели газеты кто-то покупает, неужели кто-то еще продолжает читать журналы, ну, читают и покупают. Потому что это все очень легко измерить. Вот тираж аргументов фактов 27 тысяч, выходим еженедельно, примерно 20 тысяч идет в розницу. Умножаем на 4 недели в месяц, уже 80 тысяч, ну, грубо. Это вот они. Ну, конечно, я думаю, что представители власти тоже не заинтересованы в том, чтобы тираж СМИ падал. Правильно я понимаю, Юрий? У нас очень мало времени. Да, и перед депутатским корпусом всегда такая задача стояла, доносить людям правду. Я очень надеюсь, что пермские СМИ будут доносить и дальше правду во всех доступных ее способах. Обязательно, Юрий Алексеевич. Все мы будем в это верить. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Это была итоговая программа Думы 6.0. В гостях был Юрий Аркадьевич Уткин, председатель Пермской городской думы, а также Федор Парамонов, генеральный директор аргументов и фактов Перми. До свидания.